Сурдлимпийские игры – это международные спортивные соревнования инвалидов по слуху, которые проводятся более 90 лет под эгидой Международного комитета спорта глухих, обособленного от паралимпийских игр. На 23-летних сурдлимпийских играх в турецком городе Самсун 26 июля выступил борец Вольник, боец-чемпион лиги ACB, воспитанник клуба Fighting Eagles Аскара Скаров весовой категории 61 килограмм. Дагестанский борец по воле жребия попал в сильную команду, где его конкурентами за выход в финал были уже побеждавший на сурдлимпиаде казахский вольник Яранец. Схватка Аскара с казахом стала одной из самых зрелищных на турнире. В ней соперники продемонстрировали атакующую борьбу и эффектные приемы. Более удачливым в этом противостоянии был Аскаров, победивший со счетом 24-13. А затем был финал, в котором дагестанский вольник уверенно со счетом 7-0 превзошел соперника из Украины. Вольной борьбой Аскар начал заниматься в родном селении, а потом продолжил совершенствоваться в мастерстве в Хасайуртовской спортивной школе имени Шамиля Умаханова под руководством братьев Мусхаба и Расула Кудиевых. Стоит отметить, что Аскар – разносторонний спортсмен. Он успешно выступал на соревнованиях по боевому самбо, рукопашному бою, грэплингу, но самых больших успехов добился в смешанных единоборствах. Девять раз 24-летний атлет дрался в клетке и во всех девяти боях одержал досрочные победы. 29 июля в аэропорту города Каспийск состоялось торжественное мероприятие по случаю прилета на родину чемпиона сурдлимпийских игр 2017 года Аскара Аскарова. Со словами приветствия в адрес присутствующих обратился первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Зайнал Салауддинов. Путь к этой медали у Аскара был очень тяжелый. Путь к этой олимпийской медали, олимпийскому золоту был тяжелый, потому что было очень много препятствий, которые не давали возможности попасть на олимпийские игры. Но те встречи, которые были на учебных сборах, проведены, контрольные встречи, дали понять тренировые сборные команды страны, повольные борьбы, что сегодня Аскар лучший в этой своей категории. И, конечно же, они не прочитались. Аскар достойно представил свою родину, свою республику, свой район, своих близких, родственников и доказал, что на планете сильнее его сегодня никого нет. Весь олимпийский цикл Аскар побежал практически во всех соревнованиях. В победах Аскара в вольной борьбе большая заслуга и тренера Мусхаба Куддиева, который на протяжении всего периода подготовки находился рядом и помогал. По словам наставника, большая работа проводилась на протяжении длительного времени. Ведь важна не только физическая подготовка, но и моральная. У нас был такой момент, что он выносливостью, характером, духом, он сильный всех, мы это знали. И поэтому поставили несколько приемов, это было проход с отключением руки, он прекрасно продемонстрировал там. И вот несколько приемов поставили, и зашито от разных там макатов, крест, партери, от всяких таких, которые можно досрочно схватку завершить. Конечно, знали, какие перед нами стоят задачи, что это Олимпиада, что не будет легко. Выиграл Россию, у нас уже просто другого пути не было. Мы приехали, выиграли спонтанно Россию, и все, уже начали усердно готовиться, с целью поставили, и все получилось у нас на высшем уровне. Аскар в свою очередь выразил слова благодарности и поддержки всему бойцовскому клубу «Боевые Орлы», а также всем, кто помогал и находился на связи на протяжении всего времени. Продолжил, что без поддержки окружающих, родных и близких победы быть не могло. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».